Добро пожаловать в пещеру. Наслаждение? Это, конечно, шутка. Если всерьёз, то как создатель и руководитель междисциплинарной команды Лапина Тим, занимающейся интимной реабилитацией, я хочу познакомить вас с креслом МСЛ. Зовут меня Силантьева Елена Сергеевна, я акушер-гинеколог, физиотерапевт и доктор медицинских наук по обеим этим специальностям. Кресло МСЛ. Мне так понравилось, как его назвала в своём интервью мисс Южная Африка. Она тоже любит это кресло, и она назвала его креслом достоинства. Мне кажется, это как нельзя более отражает те компетенции, которые этот аппарат способен придать нам, женщинам. И не только. Но про это расскажет один из членов нашей команды Рамина Солдатская. Послушайте её интервью обязательно про то, как это кресло работает не только у женщин. А я хочу начать с того, как оно устроено, откуда берётся та чудесная энергия, которая обладает такими необычными возможностями. Это кресло представляет собой индуктор, то есть катушку, которая скрыта внутри сидения этого кресла и, собственно, мозги, которые управляют той энергией, которая генерируется катушкой. Мы имеем дело с магнитным полем. Правильнее будет сказать с электромагнитным полем. Но это электромагнитное поле, оно имеет такую высокую степень индукции, такую фантастическую мощность, что способно вызвать сокращение мышц, тех мышц, которые оказались в непосредственной близости к индуктору. Очевидно, что в непосредственной близости к индуктору у нас окажутся мышцы тазового дна, мышцы ягодиц и мышцы бёдер. Большое и очень важное дополнение. Электромагнитное поле, генерируемое этим индуктором, имеет форму фокуса. Не стандартную сферу, а именно узконаправленный фокус. За счёт того, что энергия сфокусирована, мы имеем гораздо большую мощность на единицу объёма, и мы имеем более глубокую степень проникновения этой самой энергии в ткани. Так вот, когда энергия с огромной мощностью взаимодействует с мотонейронами, происходит удивительная активация потенциала действия. И если в обычной жизни, в природе, потенциал действия, вызывая поляризацию, потом прерывается в ожидании процесса реполяризации, и новая поляризация, новый потенциал действия, он всё равно имеет конечную форму и возникает после конкретной паузы, то за счёт мощности энергии мы можем передавать этот самый потенциал действия большое количество раз с более продолжительным действием. Мы можем осуществлять это с невероятной силой, то есть мы за счёт активации, передачи команды мышцы на сокращение способны получить более длительное и более сильное сокращение, чем это возможно в физиологии, и это даже получило название, супрамаксимальное мышечное сокращение. И в это супрамаксимальное мышечное сокращение на дамом индукторе вовлекаются в первую очередь именно, и я бы даже сказала и только, мышцы тазового дна, те самые, которые попали в фокус. Данная энергия получила название, запатентованное название, высокоинтенсивное, сфокусированное электромагнитное терапия. И именно эта энергия сегодня даёт доказанный, выраженный результат для сокращений мышц тазового дна. Наверное, очень важно рассказать о том, какими достоинствами обладает технология МСЭЛа, потому что вот в той эффективности, которая достижима с помощью этой технологии, имеет значение каждая из тех деталей, которые я планирую перечислять. Ну, во-первых, у этого кресла есть возможность регулирования высоты, что позволяет подобрать для каждого пациента удобную высоту и в конечном счёте обеспечивает более комфортное и более интимное позиционирование пациента и, соответственно, более глубокое и полноценное прорабатывание мышц тазового дна. Во-вторых, по периферии вы можете видеть отверстие. И это отверстие запатентованной, специальной, очень мощной системы охлаждения. Зачем? Для того, чтобы эта мощная катушка могла работать непрерывно на протяжении всей продолжительной процедуры. Это очень важное свойство, реализованное именно в кресле и только в кресле МСЭЛа. Следующим достоинством является высокая мощность, достигающая до 2,5 тесл в импульсе. Но как бы эта мощность достигается многими похожими аппаратами. Достоинством МСЭЛы является тот факт, что эта мощность сохраняется не только на низких частотах, но и при высокочастотной стимуляции, которая нам архиважна. Ведь низкочастотная стимуляция, да, она обеспечит нам хорошее мощное сокращение. А высокочастотная стимуляция, она позволит нам достигнуть восстановления после цикла сокращений мышечных, улучшения гемодинамики в той мышце, на которую мы воздействуем, начала элиминации молочной кислоты и в определенной степени опосредованной релаксации. Потеря мощности на высокочастотной стимуляции – самая главная проблема большинства подобных устройств, очень успешно преодоленная в этом аппарате. Очень важным аспектом являются уникальные софты, то есть такое программное обеспечение, которое позволяет варьировать как интенсивностью, так и частотой, создавая такой частотный рисунок, который воспринимается пациентом в виде весьма комфортных, а иногда и по-особому приятных ощущений. Вот все эти качества позволяют нам создать идеальный аппарат для индуцированной тренировки мышц тазового дна. Тренировка мышц тазового дна – сокращение расслабления, сокращение расслабления. То, что способно влиять на мышцы тазового дна, увеличивая их объем, и тем самым приводя к вагинальному сужению, повышая их мощность и выносливость, тем самым предотвращая опущение и выпадение тазовых органов в возрастной перспективе. Это самое сокращение, работая как помпа, улучшает гемодинамику в сосудистом бассейне малого таза. Это самое идеальное сокращение позволяет управлять своими ощущениями в процессе интимной близости. Тренировка мышц тазового дна сегодня является неотъемлемой частью клинических протоколов, гайдлайнов и консенсусов по заболеваниям таким, как опущение и выпадение тазового дна, недержание мочи, сексуальная дисфункция, хроническая тазовая боль. Все эти состояния лечатся в том числе и тренировкой мышц тазового дна. Но индуцируя эту тренировку не собственным желанием и усилием, как при выполнении упражнений Кегеля, индуцируя эти сокращения за счет электромагнитного поля, мы способны получить гораздо более качественный результат. Кроме того, HFM или высокоинтенсивное сфокусированное электромагнитное поле способно привести к сокращению не только мускулюс леватор ани, но и мелкие мышцы среднего и поверхностного слоя, которые ответственны за механизмы удержания мочи и за сексуальную функцию женщины. Бульбоковернозная мышца, исхиоковернозная мышца участвуют в реализации женской оргазмической функции. Сокращение бульбоковернозной мышцы, если она стала более рабочей, более эффективной, приведут к повышению качества оргазмической разрядки. И наоборот, ликвидация гиперкинетической дисфункции, избыточного тонуса этих самых мышц позволит женщины испытать достижимой при пенетрации, пенетрационной оргазмической разрядки, так желанной и самими женщинами, и их партнерами. Ну а устранение гиперкинетической дисфункции мышц тазового дна больших, я имею в виду леватора ани, это путь к лечению хронической тазовой боли, к преодолению диспориунии, болевого синдрома при пенетрации, что тоже очень важно и нужно пациентам, страдающих этих проблемой. Ведь мы все с вами частенько испытываем состояние стресса, который неизбежно приводит к мышечному напряжению, снижающему и наши кондиции сексуальные, и способность мышц сохранять свой объем, силу и выносливость. И по факту мы с вами можем предложить терапию на кресле Эмселла каждой женщине в любой момент ее жизненного цикла, будь то интимный велнес, направленный на профилактику, на повышение каких-то физиологических кондиций, так и в качестве терапии при наличии различных заболеваний и проблем. Давайте с вами прямо пройдемся хронологически по жизненному циклу каждой женщины. Представим себе юную девушку, живущую половой жизнью, расцвет сексуальности которой еще впереди. Юные девочки более подвержены различным стрессам и напряжениям, и очень часто так хотят научиться испытывать индивидуально достаточную, полноценную разрядку в сексуальной жизни. А этому может мешать гиперкинетическая дисфункция. Такой девочке мы рекомендуем это кресло для того, чтобы улучшить качество ее интимной жизни. Представим себе юную девушку, которая запланировала беременность, но пока еще предохраняется от нее. Курс процедур на кресле МСелла подготовит ее мышцы к родам. Тренированные мышцы будут более эластичны, более растяжимы, более управляемы, и в родах ее ждет меньшая травматичность и более быстрое и качественное восстановление. Конечно, каждая женщина после родов, после естественных родов особенно, нуждается в восстановлении мышц тазового дна. Во многих европейских странах даже страховкой покрывается вот такой курс реабилитации после родов, который нацелен в будущее на профилактику опущения и выпадения тазовых органов, которые являются настоящей эпидемией для современных женщин, составляет до 70% женщин в постменопаузе после 55-60 лет. Это страшная цифра, и мы с вами в состоянии ее кардинально изменить, если кресло МСелла будет получать каждая женщина после родов. Идем дальше. Женщина достигла своей сексуальной зрелости, и она научилась испытывать удовольствие от секса для того, чтобы повысить свои сексуальные кондиции, для того, чтобы получить желанное вагинальное сужение, для того, чтобы испытать яркий феерический оргазм. Кресло МСелла придет ей на помощь. Но если у женщины диспариония, боль при пенетрации, если у женщины хроническая тазовая боль, любая хроническая тазовая боль, будь то эндометриоз, будь то сухость вагинальная, неважно, даже после устранения истинной причины, при длительном течении болевого синдрома, хроническая тазовая боль вовлекает мышцы тазового дна в гиперкинетическую дисфункцию. И курс процедур на кресле МСелла приведет к ликвидации болевого синдрома. Идем дальше. Перемена пауза. Как раз тот период, когда у женщин начинается возраст, ассоциированная саркопения. Нет ничего лучше МСеллы для того, чтобы предотвратить опущение и выпадение, которое именно из-за этой саркопении, из-за ослабления связочного аппарата, обусловленного преобладанием деградации над синтезом коллагенов. Именно МСелла способна предотвратить такое частое и такое грозное осложнение. И, наконец, возьмем пациентов в глубокой постменопаузе, перенесших хирургическое вмешательство по поводу проляпса гениталий. Ведь 40% рецидивов тоже обусловлены тем, что восстановив связочный компартмент и фиксировав матку на ее физиологическое место, мы не проводим укрепление мышц. Так вот, МСелла способна оказывать противорецидивный эффект, повышая эффективность и комплайнс хирургического лечения проблем опущения и выпадения тазовых органов. Таким образом, этот удивительный аппарат становится совершенно неотъемлемой частью жизни женщины на каждом ее этапе. А если он используется в совокупности с другими аппаратами, мы очень любим аппараты компании БТЛ за их конгруентность между собой. Мы можем дополнить его контактной диатермией, и эффект роста мышечных волокон будет усилен. Мы можем дополнить его аппаратом Эксион, и мы получим улучшение качества слизистой и визуального ряда женских гениталий. Мы можем дополнить его аппаратом Эмскаут, и таким образом воздействовать на бодикор, который крайне важен для опущения тазовых органов. Вот эта удивительная продуманность концепции взаимодействия аппаратов нашей любимой компании БТЛ, она делает нас абсолютными поклонниками этого оборудования. И команда Лапина Тим огромное внимание в интимной реабилитации женщин уделяет именно этой концепции, концепции взаимосвязанных аппаратов.